Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы знаете, смотришь и смотришь эти наши интернет, натыкаешься часто на отцов, на священников, которые что-то говорят нам, и некоторые такие авторитетные отцы. Есть такой Андрей Ткачев, который заработал свой авторитет благодаря своему красноречию. Ну да, красноречию, безусловно, не отнять у него этого свойства, хотя называют его новым златоустом. Нет, конечно, златоуста ему далеко, тут многими рангами пониже. Но хочу сказать, что, понимаете как, внимательно очень слушайте этих отцов. Есть такой Владимир Головин, еще какие-то отцы. отцы, понимаете? Значит, претендующие на то, что слово как бы у них говорится от Бога. Не просто от себя он что-то говорит, да? Нет. Это сопровождается неким вторым планом, понимаете? Поскольку он же священник, значит, он изрекает что-то. Значит, это просто такое божественное, понимаете? Но будьте крайне внимательны, дорогие, крайне. Потому что, например, сейчас этому Андрею Ткачеву задал вопрос ведущий в отношении того, что что-то там такое о нашей жизни. Теперешний отец Андрей стал ему отвечать и говорить, что да, хорошо бы сейчас в разные профессии привнести некое христианство, да? Чтобы каждый в любой своей профессии, которая только вот есть у нас в обиходе, чтобы он выполнял эту работу по-настоящему, по-христиански. То есть, ты водитель, скажем, автобуса, везешь в автобус так, что как будто ты везешь Христа. Он там сидит у тебя, да? Или там еще, скажем, строитель какой-нибудь, да, что-то такое делает, делает для дома, где сам Господь будет находиться. Ну, к примеру, да? Вот. А когда задал ему вопрос этот ведущий о том, что вот в отношении, так сказать, перечислял эти профессии и упомянул также банкиров. Вот тут-то отец Андрей Ткачев и обошел. Ну, мы там что-то такое рангом понижим, мы там о простых профессиях говорим, да? Понятно? А то, что профессия банкиров – это презренная профессия. Понимаете? Ну, Господь же что говорил? Тогда это по-другому называлось, когда брали с процентами деньги. Это тяжкий грех. Просто тяжкий грех. Понимаете? Конечно, никто Царство Небесное не наследует из этих банкиров, потому что они гребут с людей деньги, будь здоров. Вот такие дела. Ну, или тоже Владимир Головин, который собрал, не знаю, за это ли его там запретили тогда в служении первый раз, у него скандал был с патриотхией, когда он нашил каких-то белых балахонов, вот, и к нему съезжаясь тоже красноречивый, такой в меру батюшка красноречивый, и одевал приезжающий к нему, значит, паломников, в белые какие-то балахоны, и изобрел какие-то молитвы целительные. Понимаете? Он там стал целителем. Мы знаем, в церкви один чин есть, утвержденный церковью веками. Соборование. Нет, тут что-то другое. Вот эти белые балахоны, они одевают, везут ему, конечно, большие деньги, потому что там болящих много было, и серьезными болезнями. Чем серьезнее болезнь, тем больше денег несут. Понимаете, какая вещь? Друзья мои, понимаете, надо быть очень осторожными вот к этим всем священникам, тем более, что и Головин тот был поминающий, и Андрей Ткачев, он тоже поминающий. Также поминает патриарха Кирилла, как великого господина и отца, и святейшего. Ну, я хочу вам напомнить, что великий господин и отец никогда так в России, в церкви не именовали патриарха. Это всегда относилось только к государю, к царю-батюшке. Понятно? То есть, незаконно он, так сказать, присвоил себе Кирилл, да тот же самый Алексей II. Вот. Понятно? И, значит, а святейший, у нас такое слово нет, святейший, это у них все святейшие, у католиков. Понимаете? Это нам, православным людям, это не свойственно, дорогие. Совершенно не свойственно. Так что, надо быть очень внимательными, очень, как вам сказать, вы знаете, без молитвы, дорогие мои, ничего не выйдет, без покаяния. Ничего не выйдет у нас. Я постоянно это говорю. Вот когда по вину душу меч не сечет, да? Сказано у народной, так гласить мудрость, да? Вот. А сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Да? Господь нам попускает болезни, несчастья всякие, да? Почему? Потому что мы не каемся. И тогда мы отступаем от Бога. Понимаете? Мы просто его не знаем, не хотим знать, не хотим о нем думать. Понимаете? И все. И так даже Господь никому не навязывается. Господь предлагает. Он предлагает нам. Всегда. Вот знаете, на страшном судище Господнем, я думаю, что многие встанут в тупик. Понимаете? Когда будет суд. Потому что скажут, так я не верил в меня. Знаете, как все сейчас говорят? Вот постоянно. Вот одно и то же слышишь от большинства людей. Нас не учили. Так? Нам никто ничего не говорил. Вот. Нас не приучали. И так далее. А кто же вас, голубочки, будет приучать? Когда вам Господь дал разум. Ну, ты идешь по улице, и ты видишь храм. даже в деревнях, в глухих деревнях остались разрушенные храмы. И ты видишь этот храм. Пусть разрушенный. Так? Ты видишь, и что, неужели, понимаете, разум, который нам дал Господь, не задаст тебе вопрос, что это? Что это за частица какой-то другой жизни, другой духовной стихии, которой жила Россия в прежние века? Понимаете? Не задается целью. Понятно? То есть, вот, на все есть время, да? На хобби, на увлечения, на все найдется, мы тут, понимаете, очень глубоко будем долго выбирать в магазинах эти любители рыбной ловли. Крючки там, блесны всякие, прочее, 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 да? Там часами будем постоянно простаивать, там все, что угодно. А задуматься над тем и почитать в интернете сейчас все можно найти. Понимаете? Что такое церковь? Что это? Что это за организм? Это другая жизнь. Церковь. Стройная система знаний о Боге. Вообще-то, это жизнь в Боге. Как это прекрасно. Понимаете? В том, в том, кто сотворил весь мир. Когда смотришь на небо, особенно зимой, когда мороз, и чистое небо, и эти звезды, мириады лучистых созвездий. каких только там цветов нет. Это поразительно. Все оттенки. И они такие яркие, сочные. Понимаете? Вот Господь все нам дал. Нам все дал Господь, дорогие. А мы не понимаем. Мы думаем, оно как-то откуда-то само взялось. Так и должно быть. Понимаете? Да. Оно стало так, должно быть, потому что это сделал для нас, сотворил Господь. Ведь все сотворено. Мы же сами руками что-то делаем. Да? Или головой придумываем что-то. Сочиняем стихи, музыку. Или решаем какие-то сложные задачи в области науки или математики и так далее. Да? Это мы же что-то создаем. А вот мир, который вокруг создан Богом. Почему мы не задумываемся над этим, дорогие мои? Давайте задумываться. Давайте. Давайте, миленькие мои, поймите, и всем говорите это. Всем, своим друзьям, детям. Понимаете? Нельзя, никого не укоряем. Никого, никогда. Вот ты неверующая или ты неверующий. Боже упаси. Ни в коем случае этого нельзя делать. И детям тоже. Дети, детей-то вообще ругать нельзя, ни за что. Понимаете? Детям надо объяснять. Объяснять. Вот он натворил чего-то, да? Спокойненько посади его перед собой и скажи. Дорогой мой сынок или доченька моя дорогая. Ты же умная девочка или ты умный мальчик, да? Вот смотри. Ты сделал или сделал вот это, а это тебе на пользу будет. А представь себе, что все будут так делать. Ну? Понимаете? То есть, что это будет? То есть, объяснить с любовью, с любовью. Вот я при случае хочу сказать матерям, дорогие мои. Пожалуйста. Особенно маленькие детки. Сплошь и рядом смотришь эти матери. Знаете, они похожи на каких-то, ну, я не знаю, полуведьм каких-то, не знаю, как их назвать. Малюсенькое дитё идёт, он тёпает там оно, да? Ну, годик, полтора, два годика может, да? И что такое плачет? Замолчи! Я тебе сказала! А то ещё там заткнись или ещё такие слова говорит. Понимаете? А ребёнок ещё больше. Почему? Потому что он не чувствует любви. Ведь, поймите, матери, дорогие, это беззащитное дитё. Вы для него весь свет и вся его надежда и защита и то, кому он может пожаловаться. любите своих детей. Любите, дорогие мои. Любите, не ругайте их. Всегда утешайте. Всегда. Потому что, если что-нибудь он плачет, капризничает, да? Что-то у него болит, что-то он это. А если он, благодаря, опять же, вам начинает капризничать, когда вы ему не объясняли, что это нехорошо. так нельзя делать, да? Вот другие же детки так не делают, да? Смотри. Вот приводите пример животных, там, птичек, я не знаю, что у нас тут в городах, только птицу можно увидеть, да? Уже лягушку не увидишь. Вот. То есть, понимаете, любите детей своих с любовью. С любовью. Вот моя мама, покой Господь души её, Лариса, раба Божья, столько было любви к нам детям. Жили мы без папы. Папа был ранен на войне и, в общем, по некоторым причинам жил далеко от нас. И мы жили одни. После военное времени никто не помогал. И мама была одна кормилица. Нас троих и бабушку ещё кормила, которая была без документов потерялись документы на войне. Понимаете, какая штука. И вот она приснилась потом моей сестре и мне тоже снилась после кончины её с букетом полевых цветов в руках. Понимаете? Потому что сердце было полно любви и жалости к людям. Мы должны с вами научиться жалеть людей, дорогие. жалейте всех. Жалейте тех, которые вам досаждают. Жалейте, потому что его бесы мучают. Миленькие бесы его мучают этих людей. Бесы мучают и этих многих там, с кем мы сталкиваемся в нашей жизни, каких-нибудь чиновников. Понимаете? Которые холодные, чёрствые, сухие. Или там врачи, или ещё кто-то такой, с кем мы сталкиваемся. Понимаете? Они несчастные. Они несчастные. Их участь будет очень тяжёлой, потому что одеснули Господа. Это же надо кем быть, чтобы стать на страшном судище одеснули Господа нашего. Понимаете? Вот что, милые, и молиться, и молиться, дорогие, и каяться. Каяться и молиться. Не бубните, ещё раз напоминаю, вот эти молитвы, не читайте их, которые вы утром, вечером читаете. Нет, дорогие, знайте одну молитву Отче Наш, и старайтесь все молитвы потихонечку выучить наизусть. Вот кроме Отче Наш сегодня встал или встала утром и вечером на молитву, другие молитвы не читай, потому что я это знал и раньше, видимо как-то Господь не открыл, потому что этим занимался. Вот, а потом я прочёл у Феофана Затворника о том, что само взирание на книгу отторгает ум от сердца. Понимаете? Вот и всё. Поэтому какую-то потихонечку какую-то одну молитву читай, одну там, которую больше в себе всего сердцу твоему отвечает. Понятно? которое ближе к сердцу. Утреннее, вечернее, да? А остальное всё время, что можно своими словами. Потому что свои слова всегда идут от сердца. Всегда, дорогие. Понятно? Вот что. И так потихонечку выстраивайте свой молитвенный, ну, так сказать, может, молитвенную пищу свою. Утреннюю и вечернюю. Да? Вот. Потому что иначе, ну, хотя бы, хоть, поймите, даже когда очень торопишься, на ходу можно читать, в лифте спускаешься, идёшь к автобусу, ждёшь на остановке, молись. Если дома не успела помолиться или не успела. Всё же бывает, да? Поэтому вот так. А вот как раз очень хорошо молиться, когда помнишь наизусть какие-то молитвы, да? Вот, пожалуйста, идёшь к себе, смотришь, смотришь и не видишь. То есть, идёшь ты ощупью, фактически, и ты молишься Господу или Богородице, так? Или Ангелу Хранителю своему. Вот такое дело. Хотел сегодня ещё за пользу случаем вам сказать. Читаем псалмы. Читаем псалмы, дорогие, псалтырь. Знаете, трудно разобраться во многих-многих псалмах. Почему? Потому что мы, милые, церковнославянский язык не изучали. И апостол Павел говорил, что да, хотя дух мой как будто бы мулится, когда я читаю непонятное мне, вернее, слышу непонятное мне, да? Но ум остаётся без пищи. Понимаете? А именно ум даёт пищу сердцу. Поэтому называется умно-сердечная молитва. Сердце это дело постигает. Простите, ум. Сердце отвечает. Поэтому говорят, что сердцу не прикажешь. Нет, приказать ему нельзя. Оно само. Понимаете? Оно витает, где хочет сердце. Сердце отвечает только на ту информацию, которую мы получаем извне. Мы обязательно реагируем так. С сердцем своим, да? Вот. значит надо, милые, подумать вот о чём. Раз мы церковно-славянский язык не знаем, и ну, конечно, такие псалмы, помилуй меня Божий, 50-й псалом, 90-й псалом, там ещё некоторые псалмы есть такие, которые простые. О милости суд Господи, хотя и там есть тоже о дверях, понимаешь? Понимаете, такие непонятные немножко для нас слова обороты, да? Я всем, дорогие, рекомендую. Был такой у нас, жил благочестивейшей жизни, прекрасный учёный, профессор, он жил на рубеже 19-20 веков, Павел Юнгеров, и он сделал перевод, он перевёл две книги малых и больших пророков из Септуагинты, то есть, из 70 толкователей, не испорченных, понимаете, вот этим вот евреем Акибой, да? Который там переначал какие-то даты, каких-то книг там не найдёшь многих, да? А вот Септуагинта, то есть, то есть, Септу 7, да? 70 толковников, то есть, переводчиков, которые переводили с арамейского на древнееврейского, на древнегреческий. Среди них в 70 был и известный нам Симеон Богоприимец, который держал на руках Господа нашего, понятно? Так вот, Павел Юнгеров перевёл книги малых пророков и больших пророков на церковно-славянский и на русский. Но этот перевод прекрасный, перевод очень хороший, вот эта книга, псалтырь называется, купите её, называется Учебная Псалтырь. Тут церковно-славянский и русский. Понимаете? Вы можете параллельно на левом листке церковно-славянский идёт, на правом листке в развороте русский. Вот я вам покажу. Смотрите. Да? А вот вам смотрите, видите? вот так, вот так и называется учебная псалтырь. Вот её, дорогие, любым способом пытайтесь искупить. Почему? Потому что тогда ваш ум не останется праздным, да? вы будете понимать и сердце будет отвечать. А потом потихонечку, зная уже смысл, постигнув эти мысли, привыкнув к ним, вы можете потихонечку переходить на церковно-славянский. Понятно? Это будет очень большая польза. Ясно? Вот это я хотел вам сказать в основном, потому что многие меня спрашивают, как, что, как и делать. И в отношении того, что нам с вами надо уповать на Господа, потому что, дорогие мои, мне звонят вот часто, я слышу одно и то же. Ну как же, как же, сейчас такое творится. Я говорю, дорогие мои, так вы должны понимать, что это Господь, Он знает обо всём. Бог обо всём знает. что творится. Понятно? И это творится с Его попущения, с Его воли. Понимаете? Вот как. То есть, Бог нам либо посылает что-то, либо допускает то, что хотят творить люди. И это всё к нашему исцелению, дорогие мои. Запомните, Господь врач. Болезни Он нас лечит. И смертью Он нас тоже лечит, нашу душу. Потому что мы умираем, когда Господь бывает ранней смерти посылает. Для чего? Как мы знаем у святых отцов, для того, чтобы человек, если он будет ещё дальше жить, он столько дел натворит, грехов, по своему устройству внутреннему, что потом на страшном судище место его будет на самом днище адовом. А Господь не хочет этого. Господь хочет, чтобы все спаслись. Потому что этот человек ещё, может, так недогрешил сильно. Ну, Господь забирает его из этой жизни. А дай Бог, чтобы и Господь знает, кто-то за него будет молиться или нет. Может, за него молятся наши умнейшие родственники, понимаете, Богу. И вымоливают его там. Или мы, живые здесь, можем его вымолить. Об этом тоже Господь знает потенциал этого человека, его родственников. Понимаете? Вот что. Поэтому, поймите, у Бога всё, дорогие, продумано и всё аккуратно. Понимаете? И то, что сейчас происходит у нас и во всём мире, понимаете, что я вам скажу так. Рухнула вера на Украине сначала. Понимаете? Рухнула. Развалилась. Когда Филарет объявил себя патриархом ни с того, ни с сего. Понятно? Вот. Потом Ануфрий, который после Владимира пришёл, у нас тут Кирилл, патриарх, оказался экуминистом. И, соответственно, и Ануфрий тоже киевский оказался экуминистом. И они там праздновали сообща со всеми другими динаминациями, то есть вероучителями, этими религиозными деятелями, со всеми вместе праздновали, по-моему, раз или два в году в этом Нефсофии Премудрости, я не помню, как называется этот древнестаринный храм в Киеве. Молебны совершали об Украине или там о мире, но неважно. Они молились вместе. Все, понимаете, и католики, лютеране, мусульмане и так далее. Все. По нашим законам, нашей православной церкви, значит, Ануфрий уже не был архиепископом и митрополитом. Он уже не был. Так же само, как Кирилл, уже давным-давно не патриарх. Он еще не был и митрополитом, потому что участвовал во Всемирном Совете церквей. Мы видим это видео, где он говорит о том, что Всемирный Совет церквей, это Всемирный Совет ересей, это колыбель нашей церкви, это наш путь в единую церкви. Ну, понятно все, мы все это видели. Поэтому, дорогие, будьте внимательны, будьте внимательны и не отчаивайтесь, что сейчас происходит. Бог все знает. Понимаете? Приведу пример. Мой сын, ему было годика три, как-то он, как зарыдал ночью, и так плачет, держится за ножку, мы, что такое? Ножка, все нормально, там ничего нету, даже покраснений нету. Рыдает очень сильно и прямо кричит от боли. Скорую вызвали, я вне себя. Я вышел на улицу, жду эту скорую, и, честно сказать, у меня маленькая, и что его там мучает. И, вы знаете, вдруг такая ясная, четкая мысль. Так, а Бог же, я, Господи, помилую, а потом раз, Господи, а ты же знаешь ведь, ой, а ты же знаешь, что с ним. И все. Я сразу успокоился, потому что, если Господь знает, что с моим сыном, значит, все в порядке. Другое дело, он бы не знал. Понимаете? И тогда вот, Господи, ты знаешь, что такое дело с ним случилось, и так далее. Понимаете? Нет. Так же, милый, Господь знает, что с нами происходит. И надо быть очень внимательным, потому что мы не веруем. Нету веры. Понятно? Мы крещеные, почти вся Россия крещеная. А в храмы никто не ходил. И мы не веруем. Понятно? И по этой причине происходят все несчастья. Потому что Господь по нашему безверию, Ему нечем зацепиться в наших душах и в наших сердцах. Понимаете? Не за что зацепиться, нет основы. Почему? Вот я говорю, что многие из тех, которые стали поняли, что произошло, в 16-м году, когда патриарх Кирилл приехал и объявил, что он нам встречался. Мы все видели это видео с Папой Римским, с этим врагом Божиим. Называют его своим братом во Христе и так далее. Почему вот эти люди, которых это тронуло и которые перестали ходить в храмы, где его поминают, как великого господина и отца еще, и святейшего, да? Потому что эти люди во что бы то ни стало хотели знать правду. Вот. У них, у этих людей души были такого устроения, что там легко было, зацепку Господь легко находит в этих душах для себя. Понимаете? Потому что эта душа открыта Богу в том, что Господи, а как это? Почему? Как? Я хочу знать правду. И тогда Господь отвечает и объясняет и дает свое добро, свое благословение. Понимаете? И отвечает. А чем отвечает? Читай правила святых апостолов Вселенской Соборы, пожалуйста, святых отцов Василия Великого, Григория Богослова, да все. Понимаете? Федор Студит, который говорил, что причащаешься у еретиков, причащаешься яда. Дорогие мои. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому будьте внимательны и поймите одно. Душа была, сердце ваше должно так быть устроено, чтобы в нем, за него можно Господу было зацепиться. Понимаете? Господь творит, но он творит тем человеческим материалом, который у него есть под рукой. Понимаете? Без вашего согласия Господь не может вас заставить веровать, молиться, каяться. Нет. Господь превыше всего свобода, данная нам от Бога. Понимаете? Вот так. Так что будьте спокойны. Господь в курсе всех дел, милые. Он знает все. Он знает все тайны потаенные мысли этих вот Бармалеев, этих вот Бильдербергский клуб этот вот, правительство Земли, которое существует. Он знает их тайны, все мысли, все их чувства, все как на рентгене, они все у Господа. Понимаете? Вот и все. Поэтому и наши все, все Господь видит и все знает во всех странах у каждого человека. Господь все видит. Каждого человека видит насквозь в течение всех суток. Понимаете? Что ему снится, Господь все знает. Понятно? Вот. Так что Господь в курсе дела. Поэтому будьте спокойны, без паники, дорогие. А то нам сейчас нагнетает тут сейчас ноябрь, октябрь начнется, тут сейчас такое, сейчас такое, что будет все, все пропало. Нет, милые мои, мы должны быть как христиане и вестись по-христиански себя. И там, где правители принуждают нас делать то, что Господь нам не велит, мы не должны это делать. Ни в коем случае. Понимаете? Вот так. То же самое, что было с прививками этими ложными. Поэтому не было этой пандемии, не было вернее как бы сказать вируса обнаруженного как нам наши объясняли отцы. Не отцы, а эти профессора вирусологи. Люкмонтани там и наши отечественные профессора. Вот. Понимаете? Так что надо быть очень внимательными и очень внимательными и главное каяться и молиться. Поймите. Будем каяться, молиться и каяться. Господь научит всему. Предупредит всегда. Понятно. Обо всем предупредит, дорогие. Будьте спокойны. Господи, спаси нас, сохрани и помилуй. Аминь. буржа. Спасибо. Продолжение следует...